Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Новая экономическая политика Нурлыжол, представленная в послании, послужит ключевым инструментом, который будет содействовать продолжению модернизации Казахстана и достижению главной цели – вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира. Особое внимание уделено дальнейшему преобразованию экономики, в том числе развитию энергетической отрасли, а также модернизации инфраструктуры ЖКХ, сетей вода и теплоснабжения. Что делается в этом направлении в Североказахстанской области? Об этом поговорим с руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Антоном Владимировичем Федяевым. Здравствуйте, Антон Владимирович! Здравствуйте! Техническое состояние коммуникации оставляет желать лучшего. Как Вы можете это прокомментировать? Да, Елена, Вы правильно заметили, что в послании главы государства «Новая экономическая политика» один из вопросов – это реструктуризация, это развитие энергетической инфраструктуры. В послании прямо написано, что это будут реконструкции сетей, линии электропередач большого напряжения, Экибастуз, Усть-Каменогорск и семей Алматы. По нашей области у нас эта программа затрагивает в основном реконструкцию энергоисточника нашей – Петропавловская ТЭС-2. В прошлом году такое значительное событие происходило в конце года. Это ввод в работу новой турбины, четвертая турбина. Она встала на место турбины, которая старая марка «Шкода» производила, чешская турбина, чехословацкая. Эта турбина была в 2013 году демонтирована, и новая турбина уральского турбинного завода на ее место расположилась, и был пуск. Уже год она отработала, машина себя очень хорошо показала. Вложение более 6 миллиардов тенге составили. В текущем году эта программа продолжается. У нас первая турбина демонтирована на станции, она самая старая турбина, спуска станции работает 61-го года. Поэтому на сегодняшний день эта турбина уже демонтирована. Идут со строительно-монтажной работы, фундамент, колонны строятся новые. Сама турбина уже находится на складе Петропавловской ТЭС-2, изготовлена, получена. И в текущем году, вернее в следующем году, в 15-м году, начнется монтаж уже оборудования. Необходимо будет саму турбину, генератор установить, установить вспомогательное оборудование, произвести пусконаладочные работы, наладить систему АСУТП. И планируем в декабре месяце первую турбину 2015-го года готовить к пуску. Также пятая турбина, тоже в настоящее время проводится на ней демонтаж. Она тоже планируется к вводу в работу в 16-м году уже. Эта турбина сейчас изготовлена уже на Уральском турбинном заводе. Сейчас будет контрольная сборка, пуск на заводе. Потом будет производиться разборка этой турбины, доставка сюда, в Петропавловск. И таким же образом, к концу 16-го года, она уже будет введена в работу. Кроме того, в текущем году по котельному оборудованию на Петропавловской ТЭС-2 восьмой котел был построен вновь, заново, с нуля. Восьмой котел. Десять лет назад этот котел был демонтирован в связи с полным износом. И вот сейчас, благодаря предельным тарифам, благодаря политике государства такой, наши энергетики смогли включить свою инвестиционную программу восстановления этого котла. Он был с нуля построен, как я уже сказал. И в этом году торжественно он введен в эксплуатацию. Сейчас он работает. По котельному оборудованию 12-й котел еще у нас в следующем году на очереди. Он будет реконструирован. 12-й котел. У него будет увеличена мощность. Этот будет котел 270 тонн в час перегретого пара выдавать. Поэтому все вот эти вот мероприятия, это вот двух новых турбин, реконструкция энергетического котла, дадут прирост мощности более 60 мегаватт на нашей электростанции. Вот такие задачи стоят перед энергетиками. А кто определяет, какие сети необходимо ремонтировать в первую очередь? Ну, конечно же, собственник, был содержатель этих сетей. В основном здесь подходы такие, чтобы сделать ремонт там, где это нужно делать, и не делать ремонта там, где это не нужно делать. В основном здесь, конечно, повреждаемость влияет на определение места будущей реконструкции. Планирование у нас идет за год до начала ремонта или реконструкции. Поэтому выявляются те участки, где наибольшая повреждаемость, где утечки большие, там, где уже износ достаточно большой. Вот эти участки планируются к реконструкции и ремонту. Я, например, вам скажу, что в текущем году по городу Петропавловску, по тепловым сетям, благодаря тарифам, благодаря займу Европейского банка развития и реконструкции, был произведен ремонт и реконструкция тепловых сетей в городе общей протяженностью 16 километров из всех источников. Это много? Плюс, я вот сейчас вам скажу, около пяти километров было построено новых сетей. Новые сети, это за счет бюджетного финансирования строятся. Это сети к жилью, к жилым микрорайонам, и это сети к объектам инфраструктуры. Это вот новая школа на микрорайоне Береке, это дворец спорта и так далее. Вот эти все объекты, они требуют строительства сетей. Вот в текущем году это пять километров, более пяти километров было построено новых сетей. То есть это сети с нулевым износом, новые, абсолютно новые сети. И эта работа будет дальше продолжаться, конечно, потому что город развивается. В плане нам еще нужно сделать схему развития тепловых сетей города Петропавловска, потому что это одно из ключевых условий Министерства национальной экономики для выделения средств для бюджетного кредитования. То есть политика такая, правительство постепенно уходить от трансфертов, от целлюлевых трансфертов и больше переводить финансирование на кредитование и субсидирование. То есть планируется, что предприятия через местные исполнительные органы получат долгосрочные кредиты до 30 лет под низкий процент и льготный период очень большой, порядка 10 лет льготный период. Вот сейчас как раз с Министерством национальной экономики этот механизм прорабатывается, и мы в будущем году должны уже по нему начинать отрабатывать с предприятиями, с монополистами нашими, чтобы иметь возможность даже там, где сети находятся в частных руках, в частной собственности. Те сети они не получают, бюджетное финансирование ранее не получали, не могли реконструироваться за счет трансфертов. То сейчас за счет кредитной политики новой вот эти вложения будут сделаны. Планируется в течение 5 лет, ближайших около 16 миллиардов, вот такая потребность по тепловым сетям, для того, чтобы основные наши участки по магистральным сетям привести в хорошее состояние, отреконструировать, либо новые построить. Ну, внутриквартальные сети — это уже не такой острый вопрос. Там состояние у нас получше, ну и отключение попроще происходит. А из какого бюджета были выделены средства для ремонта? Ну, как я уже говорил, здесь есть разные источники финансирования. В основном это тарифная составляющая, это инвест-программа предприятий, субъектов, естественной монополии, плюс ремонтный фонд этих же предприятий. И трансферты из республиканского областного бюджета. Ну и основная позиция — это кредитный заем Европейского банка развития и реконструкции. Сейчас мы тоже в этом направлении работаем, с Европейским банком развития и реконструкции. Пока кредитами вот этого банка пользовались у нас предприятия энергетики, на сегодняшний день у нас в рассмотрении стоит кредитование городского водоканала, предприятия ТО «Казалжарсу», для того, чтобы привлечь более 2 миллиардов тенге кредитных средств этого банка. Этот банк достаточно хорошо зарекомендовал себя, и основная политика этого банка — это снижение издержек предприятий, для того, чтобы предприятия могли возвращать вот эти кредиты, а государство здесь выступает в роли гарантированного возврата кредитов, и также за счет государства предоставляются гранты данным предприятиям, те, которые работают с банками развития. А как Вы можете характеризовать состояние жилого фонда после проведения подготовки к зиме? Конечно, хотелось бы, чтобы все дома были у нас с новыми сетями в подвалах, с закрытыми дверями подъездными, с реконструированными и новыми окнами в подъездах. То, что политика какая есть на сегодняшний день, достаточно большое количество домов, объектов кондоминиума пользуются, программа модернизации ЖКХ. С 2011 года эта программа начала работать. Всего 150 домов, в том числе и этот год, это 150 домов приняли участие. 150 домов. Некоторые дома повторно принимали участие в этой программе, когда, допустим, сделали крышу самую насущную, сделали из плоской крыши скатанную кровлю, и убедившись, что посильнее платеж, что хорошая отдача от этой программы, повторно зашли в эту программу, сделали ремонты в подъездах, это заменили окна подъездные, заменили двери, домофоны поставили и сделали ремонт в подъездах. Квартиры, конечно, в таких домах в цене подрастают. Это бесспорно, это все замечают. Что еще? По этой программе с начала года, я могу сказать, такие цифры назвать, кровлей занимались 112 домов, лифтов 39 в ремонте, 27 подъездов, 37 фасадов и 59 домов сделали свои инженерные сети. Это разбивка по тем видам работ, которые охватили вот эти стандартные, 150 домов, 151 дом с начала действия программы. А в какую сумму обошлись мероприятия по утеплению и ремонту жилого фонда? Ну вот всего с начала действия программы, это то, что перечислялись деньги республиканского бюджета на эту программу, более 2,2 миллиарда тенге, в том числе в текущем году 777 миллионов тенге. Это средства программы, ну плюс еще средства жильцов, те, что целевыми сборами проходят и ремонтируют свое имущество. Эти средства тоже немалые. Но в основном, конечно, самые большие капитальные ремонты и реконструкции люди в основном пользуются только благодаря программе, потому что проблематично собрать одноразово большую сумму. А сколько примерно нужно собрать, чтобы утеплить дом? Это все зависит от дома, по-разному. Вот, допустим, в текущем году у нас объемы ремонтов от 9 миллионов до 45, скажем. В зависимости от дома, есть большие дома, много очень подъезда, 12-подъездные дома есть. Или есть наоборот, 4-этажные, 2-подъездные дома. Ну и, конечно, от видов ремонта, что люди хотят увидеть за эти деньги. То есть, либо это просто элементарно ремонт сетей в подвале, либо это уже значительное вложение, допустим, автоматический тепловой узел стоит. У нас есть дома, которые поставили автоматику себе. И, конечно, они сейчас 50-процентное снижение имеют при таких погодных условиях. Плюс, как я уже сказал, это обязательное закрытие дверей. Это двери с домофонами, с доводчиками. Много домов сейчас ставят окна в подъездах. Пластиковые окна, это недорого, потому что их всего 5 площадок, да, в пятиэтажном доме. Вот меняют окна, но это дает большой эффект. В подъезде тепло сразу на несколько градусов повышается температура, только вот из-за этого. И в квартирах, соответственно, тоже повышается температура. Поэтому трудно сказать, какая сумма, допустим, на среднем будет. Но я вам еще раз скажу, что все зависит в основном от выбора жильцов, что они хотят увидеть, что получить взамен, и на какие виды ремонта готовы сейчас. Возможно, то есть в будущем перейти к фасадам, ну, к другим мероприятиям энергосберегающим. Это установка датчиков движения в подъездах, чтобы свет не горел в круглосуточных подъездах, а включался только, когда человек там идет. А сколько ли существует программа по энергосбережению? И каковы ее цели и задачи? Ну, есть областной комплексный план энергосбережения. Он утвержден в сессии Маслихата в 2013 году. Трехлетний план до конца 2015 года. Но, несмотря на то, что он только в 2013 году был утвержден, конечно, нужно сказать, что на предприятиях, которые имеют большой ресурс используемых мощностей, такие программы существовали давно. И они каждый год обновляются и актуализируются. И эффект от этих программ очень внимательно рассматривается на предприятиях. В частности, по предприятиям энергетики каждый грамм условного топлива на выработку одного киловатта электроэнергии или каждый килограмм угля на выработку многих калорий тепловой энергии, он имеет значительное влияние на станции, потому что годовое потребление угля очень большое, более 2,5 миллионов тонн. И, допустим, снижение на 1% это дает огромный эффект. Поэтому здесь в этом плане борьба никогда не прекращалась. И трудно сказать, что она вот только началась. В частности, вот тот же монтаж нового оборудования, он дает эффект по энергосбережению. То есть новая турбина, она гораздо экономичнее, чем та, которая была раньше. Новый котел, он экономичнее. Автоматика, тепловая автоматика, она всегда лучше отработает, чем человек. Человек может отвлечься, пропустить какие-то моменты, задержка, среагировать. Автоматика вовремя отрегулирует нужный режим. По тепловым сетям, это программа «Теплограф», которую они внедряют. Смотрят за утечками теплоносителя и по гидравлическому режиму, по микрорайонам города. Плюс это установка частотных приводов на электродвигатели, на насосное оборудование. В основном по тепловым сетям, допустим, по сетям городского водоканала основные расходы – это расходы на перекачку воды, расходы электроэнергии по насосным. Поэтому вот здесь вот то, что сейчас ставят и тепловые сети Петропавловский, и предприятия ТОУ Казалжарсу, программа их нацелена на реконструкции насосных. Не только самих сетей, где идут прямые потери, но и на реконструкции насосных. То есть устанавливается оборудование с плавным пуском двигателей, при этом двигатели могут иметь загрузку от 15 до 115%. Это плавное регулирование частоты вращения, то есть подавать расход воды такой, который нужен, который необходим. Не регулировать запорной арматурой. По предприятиям промышленности вложения за 2013 год составили порядка 7 миллиардов тенге. Промышленники в основном тоже направлены на сбережение электроэнергии. Это новые станки приобретения, это регулирование работы трансформаторов внутри предприятий, регулирование нагрузок, экономия тепловой энергии. По сельскому хозяйству это такие мероприятия, как использование высокопроизводительных комплексов, которые экономят дизельное топливо достаточно серьезно. Бюджет всегда занимается энергосбережением. Здесь это все капитальные ремонты, это все реконструкции, это все утепления, то, что направлено, это все дает эффект по снижению расходов энергии. А какие средства планируются затратить для реализации этой программы? По всем отраслям в 2014 году мы сейчас собрали планы предприятий, это порядка 23 миллиардов тенге, это финансирование мероприятий, направленных на энергосбережение. И сумма ориентировочная около 27 миллиардов тенге, это план 2015 года. А Вы можете назвать основные проблемы развития энергосбережения и повышения энергоэффективности? Ну, здесь можно разделить, наверное, на бытового потребителя и на производство. У бытового потребителя, конечно, это самомотивация должна быть большая для того, чтобы он занимался энергосбережением. То есть это грамотность обыкновенная, знать, что можно сделать и хотя бы примерно посчитать сроки окупаемости этих мероприятий. По промышленным предприятиям здесь, конечно, очень материально и финансово емкие мероприятия. То есть, я уже называл, стоимость турбин порядка 6 миллиардов, около 5 миллиардов, это стоимость нового котла. Это все очень затратные мероприятия, однако те мероприятия, которые имеют сроки окупаемости 7 лет и ниже, они считаются приемлемыми в энергетике для нового оборудования. А есть ли какие-то проекты новые в развитии зеленой экономики? Да, конечно, есть. У нас в области достаточно большой потенциал для этого. Недавно, в конце ноября, проводился форум инвестиционный, и это одна из панельных сессий являлась тема, вот это развитие зеленой экономики, где мы проговорили с потенциальными инвесторами о том, что у нас можно в области реализовать. Ну, в первую очередь, конечно, ветровой потенциал большой у нас, согласно ветровому атласу Казахстана, у нас очень большой потенциал в этом плане, и несколько инвестиционных компаний заинтересовались вот этими моментами. Ну, реально сейчас вот коммунитное товарищество «Зенчинка и Ка» достраивают две витринные установки, две у них уже в работе запущены, и две в текущем году планируются, к концу года, пуск в работу. Также у нас большой потенциал по использованию возобновляемых источников энергии в части биомассы и щипы. У нас большое количество отходов, допустим, отходов заготовки древесины не используется, гниют, сжигаются и так далее. Потом льняная солома, которая не используется в сельском хозяйстве где-то, она трудно измельчается, она на полях не оставляется, вывозится. Ее можно брикетировать и использовать для отопления. Этим у нас занимается агрофермирование. В прошлом году управление сельского хозяйства нам представляло цифры, что у нас производство соломы льняной порядка 150 тысяч тонн по области было. В этом году около 240 тысяч тонн производства льняной соломы. Правда, погодные условия не позволили всю ее собрать в этом году, но ее весной соберут. Это достаточно хороший, перспективный источник топлива. Далее, что мы еще рассматривали, солнечная энергетика, этот проект проработки. То есть пытаемся мы привлечь для использования городского освещения компанию, которая может разработать и выступить инвестором для финансирования таких проектов. Спасибо вам, Антон Владимирович, что сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии был руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Антон Владимирович Федяев. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова